Посмотрите на этих людей. Это маленькая модель всего человечества. И на вопрос о том, что нас всех объединяет, ответ однозначен. Еда. По статистике, большинство людей едят каждый день. Иногда реже, но в основном чаще. Человека определяет его отношение к еде. Какой едоед ты сегодня? Блаженный веган или веселый мясолюб? Разборчивый эстет или неуемный гедонист? Кропотливый щитовод или безразличный кусочник решать тебе? Еда – это универсальный язык коммуникации. Средство общения. И даже межвидового. Способ соблазнения. Инструмент бизнеса. Ученые до сих пор спорят. Эта еда вошла в обиход как дополнение к праздникам. Или праздники придуманы, чтобы был повод поесть. Любой заинтересуется, когда говорят о еде. Поэтому так уважаемы люди, умеющие готовить. И среди них есть выдающиеся экземпляры. Магистры шинкования пюрирования. Титаны бисквита и кудесники подачи. Они возводят еду в ранг искусства. Вдохновенно творят, приковывая взгляды миллионов. Воспитывают новое поколение. Эти великие визионеры гастрономии трудятся, не покладая ножей. Проводят эксперименты и конструктивно критикуют. Светлана, я не слышу хруста безе. Светлана, я не слышу хруста безе. Светлана, хруст безе где? Где хруст безе? Ну, я так и знал, что безе там нету. И все это ради того, чтобы привести человечество в светлое кулинарное будущее. Вселенная еды бесконечна. Ведь сколько людей, столько и способов приготовить яйцо. Так что эта тема еще долго будет будоражить воображение. Всегда оставляя чувство легкого голода. Продолжение следует...